Чёрные плодильщики. Так в интернете называют владельцев приюта Ника. Дом для собак и кошек прослыл дурной славой. Зоозащитники считают, что четвероногих содержат недолжным образом. Это видео волонтёры записали ещё год назад. Оно говорит о том, что собак не стерилизуют. Вот эти вот откуда все? Это все здешние, все возрождённые здесь. А им сколько? Им всем до года. Приют расположен в одном из домов на улице Кулибина. Волонтёры Анна и Юлия приезжали сюда, когда хозяйка тяжело заболела и владельцы стали раздавать четвероногих. Мы в козьем загоне увидели животных, которые собаки размером вот таким. То есть это, видимо, метисы, чихуахуа, порода, которая в холке сантиметров 15, то и меньше. То есть малыши содержались на улице. То есть мы приехали в феврале, на улице было градусов 20, не меньше. Этих собак Юлия Буйницкая забрала на передержку. Женщины считают, что метисы появились от недопустимой вязки. Четвероногие родились с патологией. Мелкие животные были практически все с какими-то заболеваниями, в том числе с врождёнными. То есть вывернутые лапы и так далее. То есть это говорит о том, что люди разводили маленьких собачек. Но, видимо, бульдогов с носорогами, поэтому получались собаки с вывернутыми лапами задними, передними. Как говорят зоозащитники, видели и животных, которые не могли двигаться. У овчарок, например, были раздуты животы, вероятно, от вредной пищи. А это мальчик или девочка вот это? Это мальчик. Мальчик? А что у него с животом? Что у него живот такой раздутый? Да только сейчас ели. Общественники уверены, хозяева, которые живут в этом доме, наживаются на брошенных собаках. Бизнес на животных. То есть есть люди, которым нужно избавиться от своих животных. Люди, наверное, для отмывания своей совести, но я по-другому не скажу, да, что они идут, сдают в такое место своих животных и оплачивают деньги. Дальнейшая судьба этих животных их не интересует. Стоит отметить, что никакой вывески о помощи бездомным животным на доме нет. Однако калитка оказалась открыта. Мы прошли во двор и позвонили в одну из дверей. Нам открыла бабушка, которая пояснила, что дом на две семьи. Своих соседей пенсионерка знает хорошо. В хороших отношениях, да. В хороших отношениях, да? А люди добрые, доброжелательные или наоборот скандальные? Да нет, не сказать, что. Была у него жена, а сейчас другая. Муж с женой живет. У них это, все умирали, мать и отец, они вдвоем живут. Мы постучали в другую квартиру, ту самую, в которой, как нам пояснили волонтеры, принимают животных. На стук в дверь хозяева прокричали, никого нет дома. Мы позвонили им по телефону, ответила женщина. Общаться на камеру она отказалась. Наш разговор остался записан. Нет, я не разрешаю снимать животных. А почему? А почему? А не хочу. Это мои животные, а не твои. Я себе не иду в квартиру снимать твоих детей. Может, ты расист какой, может, ты какой-нибудь подсудишь что-нибудь с собаком, гадость какой-нибудь. Почему я должна тебя пускать? Куда ты лезешь со своей харей? Вонючий. Записал на диктофон? Стасник, хулигану. Сразу после телефонного разговора на улицу вышел второй хозяин и вытолкнул нашу съемочную группу за калитку. Здравствуйте, а сейчас с вами можно? Нет. Вы владелец приюта? Тут нет никого приюта, тут свои собаки. У вас нет приюта здесь? Нету. В интернете супруги размещают другую информацию. В открытом доступе есть адрес и телефон, как указано, именно приюта для животных Ника. Однако это только в интернете. Юридический приют не зарегистрирован, пояснили в госветинспекции. По данному адресу приюта для животных не существует. То есть это признаков, именно установленные федеральным законодательством, там нет. Это просто владелец животных содержит значительное количество домашних животных на своей придомовой территории. Это значит, что обязательные требования по стерилизации и вакцинации животных на хозяев не распространяются. А вот санитарные и ветеринарные нормы содержания собак и кошек никто не отменял. Одно из главных условий – подходящая площадь для их проживания. На крупную собаку порядка полутора-двух квадратных метров. В отношении содержания животных на придомовой территории тоже допускается, если эти животные находятся на привязи и на огороженных или в огороженных вольерах, допускающих попадание за их пределы и обеспечивающие безопасность, жизнь и здоровье других людей. Площадь вольеров должна быть не менее 8 квадратных метров. В госветинспекции ситуацию держат на контроле. При необходимости будут приняты меры надзорного характера. Волонтеры, в свою очередь, готовят обращение в прокуратуру. Зоозащитники просят быть избирательными в выборе приюта или гостиницы для передержки. У организации должен быть сайт, открытые социальные сети и отчетность пожертвований, которую в нормальных приютах предъявляют по первому требованию. Евгений Павлов, Егор Дьякевич и Александр Агафонов. Шестой канал.